Всем привет! Мы сидим сейчас в автобусе. Там Ники сидит вместе с Елей, а Коля сидит с Лерочкой впереди. И мы едем в парк Йойдо, который находится в Сеуле на реке Хан. Хотим посмотреть на цветение сапу и погода сейчас пасмурная, вроде бы обещали дождь, ну где-то 40% вероятности, что дождь пойдет, но будем надеяться, что дождя не будет. И да, меня сейчас немножко тошнит, потому что укачала в автобусе, не знаю, мне не кидала таблетку, но не знаю, надеюсь, что мне поможет, будем на это надеяться. И сейчас покажу вам вид за окном, потому что я прям вот сижу и наслаждаюсь видом. Очень красиво, очень все, да, классно. Вот это красота. Мы уже выехали на Тарасу. Эта дорога до Сеуле. Посмотрите, какие горы красивые. Летом они все покрываются зеленью, и это тоже очень красиво. Вот Лерочка выглянула. Красиво, Лера, да? Кстати, в Сеул мы едем через город Кванмён. Вот как раз мы его сейчас проезжаем. Ну, вы, наверное, особой разницы не заметите, потому что все города в Корее, они чем-то похожи между собой. Но это очень тоже красивый город, и он находится ближе к Сеулу. Это пригород Сеула. Вот такие здесь здания есть. Там впереди это что? Это церковь, по-моему. Вот такая. Вон там впереди бейсбольный стадион. Вот здесь дома. Ой, здесь тоже красивый город. У меня камера стукается. Вот это бейсбольный стадион. Отсюда не очень хорошо видно. Не все здания. Вот так вот. И плавно мы перешли в Сеул. Я даже не заметила. Оказывается, все, а мы уже в Сеуле. Представляете, вот так вот все близко здесь. Вау. Смотрите. Это что такое? А, мы уже приехали почти? Это что за красота? Прямо я не знаю. Еще что-то строят и строят. Опа, мой телефон упал. Все, мы только что приехали. Сейчас перейдем дорогу и пойдем в парк. Очень здесь большие, как это сказать, дорога большая здесь. Небоскребы. А парк вот здесь. Немножко мне прохладненько. Знаете, так холодно. Потому что резко потеплело. Плюс 20 было на той неделе. А сейчас вдруг резко плюс 8. Куда хотите вы? Перекусить что-нибудь? Народу много. Все хотят посмотреть на Сакуру. Попоткаться. Много туристов также здесь. Но очень красиво. Так. Прямо хочется все вам показать, потому что хочется совсем поделиться вот этим, вот этой красотой. Да, Вероня? Да. Ну как, тебе лучше стало? Да мне вообще отлично. Мне, кстати, помогла вот эта твоя дробина. А я все время говорю, дай мне свою дробину. Вот. Хорошее лекарство. Да. Небоскребы вообще. Я когда первый раз сюда приехала, у меня болела голова, потому что мне казалось, что они упадут на меня сейчас. Такие огромные. Вот, вот, вот. Уже начинается. Давай пойдем сюда. Лерочка, ты как? Дорогу перенесла? Чтобы я цветочки показала? Хорошо. Сейчас все покажем. Да, давай велик возьмем. Да, и вот здесь тоже много всяких красивых деревьев. Все чисто, аккуратненько. Да, мы сейчас там дальше тоже покажем. Вот здесь, кстати, мы фоткались тоже, да? Да. Да. А, еще нужно снять что-то. Ну вот. Я же показывала это уже. Вот здесь король Сиджон Великий. Мы здесь тоже фоткались два года назад. Вот это статуя. Вот смотри, как цветочки раскрываются. Смотри. Да, я видела. И вот эта статуя, да. Сейчас пойдем и посмотрим на рыбок. Вот здесь в пруду плавают рыбки. И Лерочка хочет посмотреть на них. Кстати, вот эта беседка классная. Смотри, это сазаны. Они большие, да. А вон те, смотри, золотые. Оранжевые. 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 Ну смотри, как красиво. Что смешного было? Что? Оранжевые. Что? Оранжевые. 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 Они были? Папа открывает Лере сладкую вату. Женский туалет. Да, женский туалет всегда очередь. Так, сейчас мы спустимся вниз. Погуляем еще здесь. Вот Керри здесь, доедает свою вату. А Лерочка вон там внизу тоже, еще не доела вроде. Не знаю как вам, а мне кажется, что и в дождь здесь все очень красиво и прекрасно. Ну вот, на камеру попал дождик. Сейчас пойдем, будем искать место, где можно погреться и скрыться от дождя. Переждать бурю, так сказать. Ники ушла вперед что ли, я не знаю. Они вроде бы каждый год здесь видят такую красоту, сами корейцы. А так радуются. Ага, удивляются так. Ну конечно, как не удивляться, когда такая красота. А вон там вдали протекает река Хан. Мы бы с удовольствием сейчас покатались бы на велосипедах. Но, как видите, этот дождь нарушил наши планы. Вот, фоткаются все здесь. Но здесь сложно будет сфоткаться, потому что очень много народу. Все мешают друг другу, все толкаются. Аксессуары продают здесь для волос. Какие-то сердечки. Они знают, что здесь ходят парочками. Вот и дают. Здесь также я видела, что сразу стали продавать зонты, как только начался дождик. Что стало с моими очками? Молодые. Они все на бок. А я что-то не готова сегодня надеть. Это ты маме пакетик собрала? Спасибо, Лерочка. Ой, ребята, не знаю. Такая красота здесь. Ну, к сожалению, пора, наверное, идти домой. Потому что холодно что-то. Погода вообще очень дурацкая такая. Сейчас мы направляемся в здание Югщепсамбилдинг. Я думаю, что все знают это здание. Оно очень популярное. Называется здание 63. Это здание часто мелькает в дорамах, в рекламах, в клипах корейских. Так что кейпоперы и дорамщики должны знать. По этой стороне ангар. А, вот отсюда теплоходы отбывают. На теплоходе можно покататься еще. Но вечером здесь красиво. Так. Уже подходим мы к этому зданию. Никогда еще так близко мы не подходили. Ой, какое оно красивое. Вот такое. Вот так 63 пилдинга выглядит изнутри. Тут вот Ники что-то снимает. Говорит, это Форео Луна. А вон там косметика. Бренды. Шанель. Эстелауд. Всякие такие мировые. Сегодня я еще хотела надеть фавик. Но потом передумала. И как-то не очень хотелось. Потому что я его уже два раза стирала. Думала, что все уже не будет холодок. Но, видимо, зря. И теперь в следующий раз, в следующем сезоне, я не буду стирать зимние вещи вплоть до мая. Мы пришли в кафе. Уже сделали заказ. Нам принесли салаты, воду. И ждем, когда принесут уже нашу еду. Вот здесь Ники. Здесь ищет, видимо, Wi-Fi. Но его здесь нет. Нету? Нету. Я уже проверила, да. Нету. Детки тоже ждут. Нету, нету. А из нашего окна вишня красивая. Видно? Еще не принесли наш заказ. Мы ждем. Девочки уже кушать хотят, да? Это все одинаковое. Каролина не ест острое, да? Насколько ест? Да. Не сильно острое. Да. А Лера прям любит острое. Ну вот, принесли наш заказ. Сейчас последнюю еще курсию. Мы заказали пибибаб. Вот он. Пыл с жару. Только что приготовили. А детям мы заказали... Как это называется? Да. Сан-Гетан называется. Все. Мы уже едем домой. Вот там они бегут уже вовсю. Дождь пошел еще сильнее. Уже у нас темнело. И все. Мы сейчас забежим в метро и поедем домой. Ну куда вы так бежите? Уже дождя нету. Все равно убегают. Сейчас быстренько зайдем в метро. Набегались мы сегодня нагулялись. Хотя не очень отдых удался, но все равно. А, карточки вот. Там я не знаю, на твои надо может такинуть? Да. Все. Проходим. Сейчас мы пикнем. Приклоним. Так, заходим в вагон. Ну здесь мест нету. Постоять придется. Но вроде бы недолго ехать, да? Там может пару станций и все. Дальше пересадку надо делать. Здесь вообще переходы шикарные. Вообще метро такой классный. Переходы просто как бы есть с чем сравнивать. А я, короче, вот так смотрю и в боковую взгляду. Я вот так, ну окей, ну перешатку. Она засмотрелась. Да, она засмотрелась и упала. Ладно, ребят, будем уже на этом заканчивать много, потому что мы едем домой. Вот, кстати, здесь у нас детники. Тут рядом сидят наши детишки. Так что ставьте пальчик вверх, если он вам понравился. Не забывайте подписываться на наши инстаграмы и на наши каналы. И все, да. Меня вперед уносит. Всем пока. До новой встречи. Увидимся в следующем влоге. И, детки, скажите всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok